Лжас Абектиенова на должности руководителя администрации президента сменил Айбек Дадибаев. До этого он работал управляющим делами главы государства. В Кабмине сегодня тоже случились новые назначения, но эксперты считают, что самые большие перемены еще впереди. Думаю, что новый премьер, исходя из Лодки, он может сделать какую-то паузу и предложить уже новый состав Кабмина чуть позже. И какие-то свои предложения по оптимизации позже. Например, как принято у нас обычно, период кадровых перестановок, самый жаркий – это сентябрь. Часто совпадает с посланием, с новыми целями, задачами. И подробнее о перестановках в правительстве. Сменился министр по чрезвычайным ситуациям. Им стал Чингис Аринов. Политической активности замечен не был. Всю трудовую жизнь провел в службе государственной охраны, где дорос за начальника службы охраны президента. Еще одним громким назначением стала смена главы Минздрава. На эту должность назначили сенатора Акмарал Альназарову. Она начинала свой трудовой путь врачом приемного покоя и практически всю свою карьеру сделала в системе здравоохранения, в том числе в должности руководителя управления здравоохранением Казалардинской области. Полностью обновился финансовый блок Кабмина. Вторым депутатом среди назначенцев на этот раз из Мажелиса стал Мадита Киев. Он занял пост министра финансов. Еще одно новое лицо в правительстве теперь уже экс-глава холдинга Бетерек Нурлан Байбазаров, занявший сразу два кресла министра национальной экономики и заместителя премьер-министра. Остальные места в правительстве остались за прежними руководителями, по мнению экспертов. Новые назначения были продиктованы как последними событиями, так и связанными с ними запросами населения. Важным назначением для социального блока стало назначение нового министра здравоохранения. Это дополнительное подтверждение концепции слышащего государства. То есть вопросов было много, вопросов были связаны в первую очередь с вакциноуправляемыми болезнями. Что же касается других назначений, то, наверное, наиболее интересным это очередная смена руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, триггером для этой смены послужила именно ситуация с землетрясением в Алма-Ате. Министерства по чрезвычайным ситуациям